Итак, я не помню, говорили ли мы уже про Паладора Афинского, но пару слов я про него все равно должен сказать. Значит, видите, многие про него говорят. Псевдогераклит, перепасангесториананердейнос, очень сильный человек относительно всякого знания, Плиний, Гелий, Абл Гелий говорит о нем, что он знаменитейший вообще писатель, и он сочинил хроника вот в этих ямбических триметрах от разрушения Троя. У него было несколько вариантов, было еще какое-то расширенное издание этого сочинения, и он опирался главным образом на исследование ротосфена, и на самом деле вот эта работа его хроника была главным источником вообще хронологических знаний в античности. И тем более удивительно, что она до нас дошла только во фрагментах. Естественно, все эти исторические фрагменты вы сами знаете, где черпать, потому что есть два основных издания фрагментов исторических. Это фрагментах историкорум Грайкорум Мюллера XIX века, которая, тем не менее, целиком не заменяет новое издание XX века Феликса Якоби, фрагмента Der Griechischen Historica, которая расширилась благодаря издательству Бриль до нескольких своих вариантов. Ноя Якоби, Якоби Continued, которым даже мне пришлось участвовать однажды. И вот там все эти фрагменты вы можете найти с комментариями. Значит, у него также было сочинение Пэрисеон о богах в 24 книгах. Это было какое-то невероятное деяние, где была собрана какая-то вся ученость относительно мифологии. И она была тоже, как говорят, источником для более поздних авторов, тех, кто этим занимался. О каталоге кораблей, в конце концов, опять же, о поэтах, об этимологиях в двух книгах я тут не написал, о школах философов Пэрифилософон Гайресеон. Некоторые думают, что это, возможно, часть его сочинения о богах. Неизвестно. У него также есть о законодателях Пэрина Махтетон и о гетерах афинских, например, тоже у него есть сочинения. Вот. А мы достигаем в итоге шестого библиотекаря и последнего, известного нам Аммония. Много чего о нем пишут, не буду перечислять. Скажу только о тех сочинениях, которые известны. Ну, так, это вот некоторый трактат о Пиндере, например, у него есть. У него есть также о комедиографах трактат. В принципе, мы о нем довольно мало знаем. И поэтому сразу переходим к следующему, о котором мы знаем чуть больше. Просто благодаря тому, что сохранилось его сочинение, базовое вообще по греческой грамматике. В принципе, самое древнее сочинение полное по грамматике. Это Дионисий Фракийский или Дионисий Фракиец. Фракийский, о котором, например, в схоле к Дионисию, к нему же говорится, что он аганс пудаяс, он слишком такой тщательный и очень ученый, так что всех превосходит в своей науке. Самое его известное сочинение, о котором он уже сказал, это технограмматике, грамматическое искусство, арсграмматика. Лучшее издание, одно из лучших до сих пор, это издание «Улиха» в 1883 году. Это издание в составе единой серии грамматики Грайки. Во второй половине XX века вышло несколько комментированных изданий, которые, естественно, очень важны, потому что их авторы, издатели, комментаторы опираются уже на, скажем, постсосюровскую лингвистику. И поэтому это очень интересно. Кроме того, по ней видно, как из греческой грамматики потихонечку потом возникнет римская, о чем мы тоже сегодня поговорим. Да, технограмматике в хорошем русском переводе не существует. Есть один перевод, но, к сожалению, не очень адекватный. Кто-то что-то пишет. Расскажите, пожалуйста, как вы участвовали в фрагментах. Потом как-нибудь расскажу, может быть, когда на вопросы буду отвечать. Мы перейдем потихонечку, быстренько, так сказать, буквально по головам мы с вами бежим. Наверное, мне все-таки... Сейчас, да, все правильно. Дидим Александрийский, я просто тут просто выписку сделал, мнений древних о нем, что они вообще о нем думали. О нем говорили, да, что он написал столько, сколько вообще никто не написал. Да, Квинтелян, например, говорит о нем, что «memo pluroscripsit». Никто не написал больше. Он вообще был каким-то человеком невероятной учености. Ну и так далее, я пришлю... У вас есть этот хэндаут, я не буду останавливаться подробно на этих мнениях. Хочу сказать просто о том, что он реально сделал на самом деле. Он сочинил, сделал такое сочинение, составил... Да, первый раздел – это «Diorthosis Skyhuponemata». «Diorthosis» – это буквально, ну, это то, как древние... У древних было несколько названий для издания текста. Понятно, что мы в кавычках это называем. Это то, что древние называли так. Это слово «egdosis», буквально «издание». Да, и слово «diorthosis», то есть «исправление». Не просто «издание», а «издание», сделанное там по множеству рукописей, как работают современные филологи, и исправленное, да, с исправлением ошибок, с конъюнктурами. И так далее. То есть, как мы это делаем. И вдобавок еще с критическими значками, которые также есть в этом хэндауте, если вы его посмотрели. И он уже начал сочинять, знаете, как говорил один мой знакомый, ну, такой, знаете, немножко правого взгляда. К сожалению, это видно по этой фразе. «Здоровая культура – это та культура, в которой один из базовых жанров – это комментарий к комментариям». Так и здесь вы уже видите, он пишет сочинение, «Паритес Аристархею Диорсосеос». Сочинение об том, как исправлял сочинение древних, в первую очередь, конечно, Гомера, Аристарх Великий. Ну, это не совсем комментарий к комментарию, это скорее, как мы сейчас пишем, научные работы, я не знаю, там, о взгляде на историю, там, Лапа Данилевского, к примеру, да, и так далее. Да, или научные статьи, где мы, да, подвергаем критике, там, наших предшественников, даем по лапам великим ученым, вот, и сами выдвигаем какие-то тезисы. Сочинил он также комментарии к Гесиоду, сделал издание Пиндера, вот, Диорсосис, комментарий к Вакхелиду, Исхилу, Софоклу, Еврипиду и другим трагикам, комедиографам, Аристофану, Минандру, к историкам, Фукидзиду, атическим ораторам, Если только на эти три строчки посмотреть, ты понимаешь, что жизни не хватит. Современный филолог-классик, дай бог, пишет за жизнь, там, три-пять книг, и то, если повезет, иногда и одну. Стоит сравнить это, да, с филологами-классиками того же XIX века, шкаф у Момзона, шкаф у веломовица, когда они, как говорится, все успевали, тем более, что гугла под рукой не было. Значит, кроме того, он занимался составлением словарей, словников, да, лексиконов, лексейс, да, и у него есть отдельный лекси страгике, ну, было, мы только по фрагментам знаем, понятное дело, но это очень важно, и он оказал глобальное влияние на позднейшую ученость, и мы об этом хорошо знаем, просто потому, что, слава богу, многие с Холли и дошли с упоминанием того, что это мнение Димы и так далее, и словарь к комедиографам Лексис Комике, и некоторые другие сочинения, связанные с лексикографией. Кроме того, естественно, он не пренебрегал историко-филологическими, антикварными сочинениями, как мы сказали бы, ксено-история, да, чужая, чужеземная история, симпосиака, да, что-то связанное с пирами, о пирах, пырилюрикон, паэтон о лирических поэтах, о поговорках в 13 книгах, да, то есть мы знаем, что первый стал заниматься поговорками Аристотель, если мне не изменяет память, но вот эта тема развивалась и потом, да, обратите внимание, что вообще поговорки почему-то часто очень классно и сильно двигают науку. Например, влияние сборника поговорок, сделанное раз в Мортердамске, Мадаге, это просто было одним из самых популярных чтений в свое время, и до сих пор, для меня это до сих пор одна из самых любимых книг, в принципе, написанных человечеством. Обратите внимание, он уже, видимо, знал латинский язык, у него есть сочинение «Пэритэ скекеронос политееса государстве Цицерона», о сочинении «Дэ република Цицерона», и о других разных вещах, он много чего писал, поэтому даже если посмотреть, что о нем пишет тот же Гудеман, который его рекламировал, это просто пять страниц, он ни одному практически, ну, очень малому количеству людей уделяет столько внимания. А мы погнали к современнику Дидима, он был не один в этом мире, Трифону Александрическому, который очень много занимался тем, что мы бы назвали лингвистикой. У него есть сочинение о тропах, о диалектах, об атическом произношении, о придыханиях, об орфографии, о именах, о страстях, но это, видимо, сочинение о залогах, и об артиклях и прочее, и прочее, и прочее. Мы о нем хорошо знаем, и цитаты его у позднеграмматиков сохранились таким образом. Это легло, естественно, в фундаменте современной классической филологии, потому что очень важно, на самом деле, знать, что сами древние думали о собственном языке, как они его членили, как они его структурировали и для дидактических целей, и для целей, скажем так, теоретически-лингуистических, если угодно. И в этом смысле очень полезная штука, когда современная классическая логия очень часто пытается осмыслить ту греческую грамматику, которую мы получаем, на самом деле, от грамматиков 19-го века уже наших, благодаря Готфреду Херману, который навел в этой грамматике порядок, ну, ради примера, простите, что я отвлекаюсь все время, но, например, еще в конце 18-го, в начале 19-го века, если вы посмотрите учебники греческого, вы обнаружите, что там десятки склонений в греческом языке, вот у меня даже одна из распечаток валяется, иезуитского учебника по греческому, больше 20, я сейчас не буду смотреть, но меня в свое время это поразило, а Готфред Герман, скажем так, помог тому, что мы свели это все к трем, да, но при этом третье, да, это такой большой, пухлый ящик, который часто хочется покрасить в черный цвет. Что я еще хочу сказать про Трифона? Да, больше ничего я добавить и не хочу, хочу еще сказать про Теона или Фиона Александрийского, как вам угодно, его называют Дидимом Александрийских поэтов, потому что он сделал для них все, да, если Дидим сделал, например, трагических, словарь трагических авторов и словарь комедиографов, то Дидим уже занимался конкретно Александрийскими поэтами, да, и это большая печаль, что его сочинения практически не сохранились, да, он составил комментарии и трактаты Кликофрону, Феокриту, Калимуху, Аполлонию Родовскому, Никандру, и тоже сочинил свой Лексис Комике, да, словарь комедиографов. Ну, а мы потихоньку обращаемся теперь к стоикам и пергамской школе. Я не буду подробно говорить, я уже говорил, что с точки зрения грамматики основной принцип, да, несколько основных принципов. Если александрийцы были такими, скажем так, реалистами и толковали Гомера, исходя главным образом из его текстов и того, что писали другие, да, скажем так, ну, такой реалистический комментарий, то пергамская школа любила аллегорическое толкование Гомера, то есть философское, скажем так, да, не знаю, раскрывает какие-то глубины на десятых этажах того, что там можно и не заметить, а может, этого в Гомере и нет, но, тем не менее, аллегорическое толкование вполне себе существует у них в пергамской школе. Далее, с точки зрения грамматики, они отстаивали принцип развития языка по законам аномалии, по принципам неправильности, скажем так, противоположность принципа аналогии александрийской школы. Да, современная лингвистика скорее на стороне александрийской школы, школы, и, скорее всего, ну, это так, более правильно. Далее, они вводят систематизацию грамматик, введение своей грамматической терминологии, которую, собственно, и создали стоики. Как вы знаете, стоики любили свой такой технический язык, который не только в грамматике, но и в философии, если ты начинаешь читать философов стоиков, даже, как бы, кажущихся простыми типа эпиктета, да понимаешь, что тебе приходится просто осваивать новый словарь. Ну, а мы пойдем сразу к началу, да, стоической школы, да, Хрисип, который, да, был учеником Клианфа, который считается основателем стоицизма, да, о котором говорили, если бы не было Хрисипа, не было бы вообще Стои, и он был автором более 700 сочинений, и для нас, скажем так, филологов, интересно, что он много писал о грамматике. Ну, например, он написал об аномалии в словах, да, перитес кататес лексеис аномалияс, о пяти падежах, о словах, значит, искусство слов и тропов, о битимологиках, о поговорках, о художественных творениях, скажем так, перипоэматом, я бы перевел, перитупос дейтон поэматон акуян, относительно того, как нужно слушать стихи, перитес ротерикес, о риторике. Вот. И эти все сочинения, естественно, оказали глобальное влияние и на самих стоиков, и на ту филологическую традицию, которая из них возникла, а именно пергамская школа. Другой важный здесь человек это кратет Молоский, это страстный вообще противник аристарха и вообще всей александрийской школы. его святоний грамматик называет «Бибакулус». Что еще говорю? Да. Еще он говорит, вот сердце Зинодота и печень каратета. Он издевается над ним, естественно. О нем много цитат из древних и новых. Я сюда их почему-то не привел, но, тем не менее, они есть. Важное, Авлгелий говорит, он говорит следующее, «ду аутам грайки грамматики и люстрес, аристархусет крадес, сумма опы илле аналогиен гик аномалиен дефенситавит». Да. Два есть знаменитых греческих грамматика, аристарх и кратет, да, такие два полюса. И каждый, один из них изо всех сил защищал аналогию, а другой изо всех сил защищал аномалию. Что же он, собственно, сделал? Во-первых, он сделал, собственно, издание Гомера, диортосис свой, и, кроме того, сочинил комментарии на Гомера, «Юпомнемата гомерика» с жизнеописанием. Кроме того, отдельные сочинения, прям, вот видите, в плюралисе, во множественном числе, «сюнграмата» «Пыри Илеадовская Одиссея» и «Сабыли Айди Одиссея». Он относительно Гесиода сделал комментарии к трудам и дням, а также не обошел вниманием трагиков и комедиографов, в частности, сделал комментарии к Эврипиду и Аристафану. Но и лингвистика его тоже интересовала, скажем так, в кавычках, «пыри атикэс диалекту» об атическом наречии. Последний, такой, самый известный представитель этой школы, это Деметрий Магн, современник Тецерона. Мы знаем только название его сочинений, да, об одноименных городах, об одноименных поэтах и прозаиках и, собственно, все. Что-то о нем пишет Дионисий Галикарнацкий, причем пишет о нем в его главе «Одинархия», таком, одном из десяти отеческих ораторов, и считается, что он был таким косвенным источником для некоторых сведений, которые мы можем найти в жизнеописаниях философов Диогена Лаерцкого. А мы переходим потихонечку к греческой филологии римской эпохи. И самое условное, это 146-й до, иногда говорят 31-й до, разные есть варианты, до 476-го. Вот. Что тут для нас важного? Сейчас секундочку. Первый, конечно, это Дионисий Галикарнацкий. И слава тебе, Господи, что много его сочинений до нас дошло. И очень многое мы знаем и относительно самих древних авторов, потому что он про них пишет, и относительно того, как вообще работала в древности литературная критика, принципы оценки качества художественного текста и так далее. У него много чего сохранилось. Дионисий Галикарнацкий довольно такой плодовитый автор и довольно, скажем так, плодовитый до нас дошел. Значит, «Юпертес политикес философия», «Со политической философии», о словосочетаниях имен, о сочетаниях имен, о сопоставлении, о сопоставлении рядом, о древних ораторах, такое, одно из самых известных, о подражании, о фукидиде, о риторических фигурах «Пэрисхэматон» и многие другие. Что я хочу еще здесь добавить? Да, в принципе, ничего особенного. Единственное, что вот это вот «Пэритонархайон» «Реторон» или еще иногда у него есть в рукописах подзаголовок «Пэриархайон» «Этикон» «Реторон», оно, к сожалению, сохранилось не полностью. Сохранилась первая часть, где он описывает «Лисия» и «Сократа» и «Сея», вот, а также вторая о мастерстве выбора слов у Демосфена, о динархии, вот, и его называют таким мастером античной, филологической, филологической, литературной критике. Вот, я пойду сразу дальше, именно к Цицилию Калэ Ктийскому, что о нем известно. Суда, словарь Суды, о котором мы сегодня еще поговорим, говорит, что книг его множество и вообще просто невероятное количество «Библия исследования были в том же русле, что и у Дионисия Галикарнацкого». И, собственно, вы видите из названия сочинений, что он сочинил сочинение об истории. Мы точно не знаем, что, собственно, там было, но, если верить Лукьяну, который на него ссылается в своем сочинении «Как следует писать историю», там была какая-то предположительно методология того, как надо правильно заниматься историописанием и так далее. Что-то в этом роде. Техно-реторике и риторическое искусство было очень влиятельно. На нее, в частности, ссылается и Квинтелиан, вот, и даже трактат о возвышенном псевдолонгина и сочинение о характере десяти ораторов «Приту характера стундекариторон» это было его главное сочинение, считается так, и где он проводил какие-то знаменитые исследования относительно принадлежности тех или иных речей тому или иному оратору, то есть устанавливал, как это говорится, знаете, есть такая известная статья Ягунова, я бы вам очень ее рекомендовал, господи, я бы я бы кусок названия, конец, только атетеза в классической филологии, то есть она посвящена тому, на каких основаниях мы приписываем сочинение, говорим, что это сочинение такого-то автора, и на каких основаниях мы отказываем в авторстве такого-то сочинения этому автору, почему-то у меня первое слово вылетело, может быть, кто-то помнит, напишет в чате, сравнение Платона и Лисия, сравнение Демосфена и Тицерона, и такое сочинение Каллеромосюне, да, краснословие, что ли, перевести можно, это некая, некий словарь, да, выборка слов по алфавитному порядку, вот, собственно, и все, что мы про это сочинение знаем, вот, и то, и насколько я понял, из византийских авторов. Про псевдолонгина я особо распространяться не буду, трактат его о возвышенном очень важное сочинение, причем дошедшая целиком, существующая по-русски, по-моему, в нескольких вариациях, да, атрибуция это теза в классической филологии, большое спасибо, атрибуция, слово вылетело из головы, вот, он очень важен, опять же, относительно того, как древние вообще эстетически оценивали художественный текст, опять же. Очень важный, как ни странно, для классической филологии, оказывается, также царь Мавритании, Юба II, царь эпохи Августа, о котором, например, Плутар говорит, что он из всех ученейшей, самый ученейший из всех царей, хопантун гестерико, татус басилеон, вот, Плиний говорит, естественно, старший, студиором Кларитатэм Маммарабилио Рквамрегну, да, он гораздо более достопамятен знаменитостью своих ученых трудов, чем своим царством, да, Афиней называет его многоученейшим мужем, Андре Полюмасэстетон, значит, у него есть сочинение, было, простите, опять же, все время приходится говорить, было, по меньшей мере, в 15 книгах, который называется Гомойотетэс, уподобление, считается, что это вот некий такой справочник культурно-исторических параллелей, вот, и главными его источниками были, собственно, Ворон, Дионисий Галикарнацкий, Непот, Ливий, потому что с латынькой у него было все в порядке, но писал он при этом по-гречески, ну, и вообще, обратите внимание, что, понятное дело, в Риме этой эпохи уже все, в принципе, с пеленок выучивали греческий язык, как Пушкин-французский, да, и вполне себе на нем общались, но при этом какой принцип того, что человек вдруг решает писать на латыни, а не на греческом, и, насколько я понимаю, если верить тому же, например, Полю Вену, который много этим занимался, некоторым другим ученым, что принцип был такой, что на греческом, собственно, ну, не считая самых ранних сочинений и в Риме, да, я имею в виду, например, раннюю римскую, одни из ранних римских историков писали по-гречески, а не по-латыни, что вот в эту эпоху, уже августы или императорскую, латынь выбирали те, кто, скажем так, претендовал не на мегаученый труд, а, скажем так, на научпоп, вот, как Сенека, например, да, потому что чисто философские, технические сочинения все равно писались по-гречески, вот такая штука, вот, что еще, «Пэрифторас лексион», по меньшей мере, в двух книгах, значит, о гибели слова, да, «Пэри графикэс кайдзографон», о живописи, по меньшей мере, в восьми книгах, и она была источником, кстати, для Плиния Старшего, для его 36-37 книги, естественно, истории, «История театра», «Театрикея история», в 17 книгах царь Мавританский нарисовал, вот, остатки этого сочинения, ну, скажем так, фрагментами, цитируется оно у Афинея и Палукса, вот, поэтому, вот, пожалуйста, вам царь-филолог-классик, позднейший царь, и, знаете, возможно, слышали историю, такую, довольно известную среди классиков, есть такой филолог-классик, очень известный латинист Вильфрид Штроп, мюнхенский профессор, ученик Михаэля фон Альврихта, и в 70-е годы у него учился один, значит, какой-то африканский принц, и выучил у него латынку, а Штроп, он же еще поклонник говорить на латыни, поклонник так называемой живой латыни, и так он его обучил, что тот вернулся в свою страну, стал там царем, ввел во всех школах там своей страны латинский язык, а потом почему-то был пойман на людоедстве, так что Юба, надеюсь, людей не ел, а занимался в основном такими вот вещами. Погнали дальше. Следующий наш человек это Панфил Александрийский, чей флору приходится на 30-й год нашей эры, который составил какой-то большой словарь, который назывался лаимон, лук, или о словах и речениях, скажем так. Кроме того, у него есть какой-то словарь разнообразных слов, относящийся не какой-то, не лексис коми кэ, не лексис трэгикэ, а панта до пэ. Вот разнообразие все в нем, видимо, процветало, и оно, этот словарь был по алфавиту. Про Плутарха Хиронейского я скажу немного, потому что всякий, скорее всего, из вас его читал, и не только параллельные жизнеописания, но также его морали, в которых довольно много всяких филологических вещей. В конце концов, университетов часто читается его сочинение о том, как следует слушать поэтов. У него был комментарий к Гесиоду, к трудам и дням, а также жизнеописание Гесиода. Как вы видите из вот этой выписки из Гудемана, у него было и жизнеописание Биндера, и жизнь Кратета, академика, Габе Врипиде, какие-то книги о мифах в трех книгах якобы. По скринумен теналите историем. Как нам судить об истинной истории? Возможно, использованная Лукьяном, но не факт. И много другое. Поэтому я не буду на нем особо останавливаться. Не то, что он сделал прям какие-то прорывы, но в любом случае он в себе эту филологическую ученость как-то, скажем так, интегрировал в себя. Что-то пишут в чате, простите, не вижу. Обрывается, да? До сих пор ничего не слышно? Скажите мне звук. Сейчас слышно, говорят. Я надеюсь, что это перестанет так быть и будет все хорошо. Про Полутарха вы не слышали. Ой, ребят, простите. Хорошо повторю. Значит, Полутарх как филолог нам известен довольно неплохо, потому что много его филологическое сочинение не сохранилось, в частности, о том, как надо слушать поэтов. Но ему приписывается еще много чего другого, чего до нас не дошло. Например, Хумарикаи Мелетей. Гомеровские изыскания, скажем так, буквально упражнения. Или сочинения относительно Терриакани Кандра. Вот. И многие другие. Но я не буду о нем говорить подробно. и не говорил о нем подробно. Я лишь хотел сказать, что он уже и будучи философом, впитал в себя уже эту известную филологическую ученость и чувствовал к ней вкус вполне себе и вполне себе не гнушался этим заниматься. Что-то я еще хочу сказать. Да, в жизнеописаниях тоже, понятное дело, много есть. В конце концов, да, жизни Демосфена параллельны и Цицерона, сравнения Аристофана и Минандра. Сюда я почему-то не вписал. О злокозненности Геродота наверняка вы читали одно из самых известных таких сочинений, иногда читающиеся в студенческих аудиториях. Римские причины, римские вопросы. Кстати, считается, что римские вопросы сейчас не считаются, но очень хорошую гипотезу высказал великий люксембургско-французский филолог-классик и историк римской религии Джон Шайт. У него есть целая книга, которая называется «По стопам Плутарха», где он разбирает римские вопросы и, в принципе, очень хорошо доказывает, что римские вопросы это путеводитель по Риму того времени, времени Плутарха. Плутарх, кстати, знал латинский язык и очень этим гордился. Это для грека, кстати, редкость, вообще интерес к каким-то чужим языкам. Значит, Герений Филон из Библа, он в основном занимался, скажем так, историческими антикварными трудами, об основаниях и собраниях, и книжных собраниях у него есть такое известное, было в 12 книгах, и «Перипарадоксу историес», о необычной, чудесной истории. Считается, что это одно из парадоксографических сочинений, но кроме названия они ничего неизвестно. Гудеман пишет «Üбел дизэс дээк, лэс дих нифц элмиттльн». Нечего сообщить нам об этой книге, но, видимо, она была в жанре парадоксографии. Значит, есть еще один Дионисий Галикарнацкий, которого называют, у него прозвище такое, гомусикос, мусический. Почему? А потому, что он сочинил историю музыки в 36 книгах, и это тоже было частью, является частью филологии. Знаете, да, кому еще заниматься историей античной музыки, как не филологу? Да, вы можете, могут спросить, да, но он же должен быть еще и музыкантом. Да, конечно, желательно, или, по крайней мере, человеком, разбирающимся в музыке. Да, как говорил великий Август Бёк, но только филологу нужно все, потому что, когда ему приходится издавать Архимеда или Евклида, ему приходится разбираться в математике. Когда ему приходится разбираться, там, что за фибула, там, у римского солдата, да, ему приходится разбираться в фибулах римских легионеров и так далее. Просто общие вещи говорю, может, я уже это говорил. Про Элия Дионисия и Павсания скажу немного, да, это вот Лексикар и Турика, это словари к караторам. Валерий Гарпократион Александрийский тоже составил словарь к караторам. Эти словари очень важны на самом деле, потому что они потом в очень большой части войдут в позднеантичные византийские словари. Про Галена я хочу сказать отдельно, потому что, кроме того, что он был известным врачом, философом, представителем второй софистики, кстати. Единственное, что, скорее всего, он не выступал на стадионах подобно каким-нибудь героям жизни, жизнеописаний софистов Флавия Филлострата, но, тем не менее, филологией он занимался очень много. И, как вы знаете, в начале, в 2001 году Петро Бели, такой французский, несмотря на итальянскую фамилию, ученый в Афонском монастыре нашел его сочинение «Пыри алюписиас», о том, ну, оно по-разному называется, «Пыри алюписиас» или «Пыри алюпиас», потому что рукопись ужасная и единственная о том, ну, о безпечали, о том, как не надо печалиться. Да, это такой ответ на письмо, которое написал ему его друг, который говорил, «Я вообще не понимаю, Галенушка, как ты вообще не печалишься, учитывая вот этот пожар в Риме, где у тебя сгорели твои, значит, дороги», а Гален действительно хранил, там специальные были какие-то банковские, практически хранили еще прямо на священной дороге, где он хранил и свои самые изобретенные медицинские инструменты, а также свои книги по филологии, которые он перечисляет и говорит, что ему очень жаль, там, словаря к отеческим комедиографам, например, и так далее. И это сочинение, это просто был взрыв, да, это одно из самых великих открытий последних 20 лет, возможно, вот этот вот трактат о без печали, потому что, кроме того, что это классный исторический источник по пожару в Риме в конце 3 века до нашей эры, это еще источник по тому, какие библиотеки были в Рим, потому что там эти библиотеки сгорели, вот, и это источник, естественно, по тому, что сам Гален написал. Перевод, по-моему, существует хороший, который, по-моему, сделала Пралыгина, вот, его наверняка легко найти, вот, а изданий просто невероятное количество, кроме, вот, издания французская Жанна Жоана и вылетела с головы женщина Будон Мие, что ли, его фамилия, она еще классную книгу вообще про Галена написала, я бы мог показать, мне неохота в соседнюю комнату идти, но, в общем, это просто, потом были издания итальянская, не одно, причем два, было английская, было несколько немецких, вышла целая книжка, вот, немецкая, я сделал самый адекватный перевод Кай Бродерзен, насколько я понимаю, да, ну, не то, что понимаю, я действительно сравнивал, потому что у меня одна студентка писала по этому трактату диплом. Я брошу Галена, потому что просто о нем можно бесконечно говорить, это невероятно классный автор, да, и не только относительно того, что он сочинял там, например, да, словари там, котическим прозаиком, о политических именах у Евполида в трех книгах, да, о политических словах у Аристофана и так далее и тому подобное, то есть он много чего, страшно этим всем интересовался, был реальным фанатом того, что называется филологией. А мы переходим к Гермогену из Тарса, вот, что-то еще в чате, Павсани, это который историк, да, Павсани переегет, да, я просто его так пропустил, да, конечно, Павсани, который описание Эллады, Гетез Гелладус переегисис, значит, Гермоген из Тарса, он уже в 15 лет стал писать какие-то сочинения и делать доклады, он делал доклад перед самим императором Марком Аврелием, собственно, при дворе которого он и жил. Для нас он важен, тем, что он написал какую-то глобальную книгу по риторике, Техно-Риторике, риторическое искусство, в котором уже были Пругиумнасмата, предварительные упрешения, Перитон Стасион и так далее. Все эти разделы мы потом об идеях и о нахождении, о способе достижения, мастерства, все это вы потом найдете в поздних риторических сочинениях, которые, на мой взгляд, лучше всего изданы у французов в «Коллекцион Дезинюнерситет Франц», «Кюф» или «Беллеттер», под названием «Корпус риторикум», из которых самый, наверное, знаменитый был Автоний, который оказал глобальное влияние на новоевропейскую риторику в связи с другими, с его интерпретациями уже гуманистами. А мы перейдем к реально важному, от которого дошло кое-что хотя бы, важному филологу, это Аполлони Дискол, который считается основателем научного синтаксиса благодаря своему сочинению «Сюнтаксис Ананкоио Тате Просэксэгэсэнтон Поэмата». Необходимейший синтаксис к объяснению поэтов, к объяснению стихов. У него много и других сочинений, это понятное дело. Например, очленение, разделение языка на части речи, о местоимении, о наречиях, о союзах, о синтаксисе вообще в четырех книгах. О нем много чего говорят. И его вот эти драматические драматические исследования синтаксиса влегли потом и в основу латинских синтаксических теорий. В частности, считается, что он большое оказал влияние на институционы с грамматикой Прессиана, например. Что я хочу тут еще добавить про него? Про него, кстати, и по-русски есть литература, поэтому вполне можете ознакомиться более подробно. Сын Аполлония Дискала Элий Геродиан тоже был весьма ученым человеком, и мало того, до нас дошло его сочинение. О нем говорил, например, Прессиан квит херодиани артибус хертиус ки омни с антикором рорус грамматикорум пургавэрум, что, собственно, что более ясно, чем мастерство Геродиана, и с помощью этого своего мастерства очистил все ошибки древних грамматиков в вольном переводе вот так сходу. Самое главное его сочинение это Католике Просудья, всеобщее произношение в 21 книге, и из этой общественно полагающей работы до нас дошли очень мощные эксцерпты у поздних грамматиков. И поэтому, например, мы судим часто об ударениях в древнегреческих словах именно исходя Если вы, например, откроете одну из первых книг по греческой диалектологии, ну, собственно, первую, это книга Аренса «Де диалектис грайкис», которую все равно надо читать, если вы диалектами занимаетесь, смотря на поздние, новые, с точки зрения новейшей лингвистики написанные работы, потому что это очень хороший компендиум мнений древних грамматиков о диалектах, и в частности, когда речь идет об ударениях, и при дыханиях там все время будут ссылки на Элия Геродиана и на его пыри про судье. Кроме того, о залогах, об орфографии, о склонении имен. Про Фриниха я особо ничего не буду говорить, сразу скажу про Палукса из Навкратиса, словарь которого, Анамастикон, сыграл очень большую роль, который, этот словарь в 10 книгах не алфавитный, он упорядочен по темам, то есть по материалу, и материалом для этого словаря является Дидим, Трифон, Юба, Памфилий, Светоний и так далее. Этот словарь до нас, собственно, дошел, насколько я понимаю, насколько он, по-моему, дошел, Палук все-таки дошел. Значит, про Гефестиона, учителя императора Вейра, я скажу немного, но, тем не менее, он важен для нас, потому что он составил сочинение о метрах, о размерах стихотворных, 48 книгах, которое потом в пересказах или в каких-то цитатах через византийскую эпоху дойдет до нас и будет одним из источников для изучения метрики. Афинея из Навкратиса вам очень хорошо знаком, скорее всего, потому что его «Дейпно софистай», первующее софисты в 15 книгах, есть даже в русском переводе Галенкевича, если я правильно помню, изданный в Литпамятниках, некоторые ругались на этот перевод, но то, что я видел, было неплохо. На самом деле, это такая вообще штука, я не знаю, как это назвать, это вообще склад всевозможных вообще вещей, ну, да, там действительно перуют софисты, но не те софисты отеческие 6-го какого-нибудь 5-го века до нашей эры, а софисты римской эпохи, то есть, собственно, люди, занимающиеся риторикой и вообще филологией, которые обсуждают совершенно с точки зрения обычных людей какими-то бесполезными вещами, обсуждают какие-то совершенно бесполезные вещи, цитируют много стихов, прозаиков и так далее, поэтому это совершенно склад вообще цитат, фрагментов и прочего, поэтому подобно какой-нибудь книжке о Влагелии «Отические ночи» это вот такой вот жанр, смеси такой, рассчитанный на такое, скажем так, расслабленное чтение и получение удовольствия. Ну, про Диогена Лаерцкого не буду говорить, его жизнеописание есть в переводе Гаспарова и наверняка вы с ними сталкивались. Перейду сразу к Кассию Лангину. Значит, он прожил, Кассия Лангин, 30 лет в Афинах и в 273 году по поручению Аврелиана собственно был приставлен к царице Зиновии в Пальмире. Вот такой вот интересный человек. И в Напе и в жизнеописаниях софистов говорит о нем, что он библиотека тис эн эн псюхос, он был как бы воплощенной библиотекой, вот, и как бы перепатун мусей, он гуляющий мусей, святилище мус, вот, Порфирий в жизнеописании Плотина говорит филологус Лангин с одной стороны филолог, но философ вообще никак. И так далее. Значит, главное осчинение филологу и гумилия по меньшей мере в 21 книге и в нем были, значит, ну, части, а порем это гомеряка, ну, некие, значит, противоречия у гомера, проблема это гомеру, люсейс, да, разрешение гомеровских проблем и так далее. То есть, в основном, как вы видите, он занимался гомером, но, тем не менее, не пренебрегал и атиками, в частности, он сделал атикон лексеон экдоса из катастух стойхейон, какой-то словарь атических словечек, которые тогда были распространены, потому что всякий ученый человек должен говорить был исключительно на, насколько можно, чистой атической мове. Вот. Ну и много чего другого он делал. Про Порфирия Тирского, как вы знаете, это был философ неоплатоник и ученик плотина, вам и так без меня известно. Единственное, что он не брезговал и филологическими темами, например, написал несохранившиеся до нас недошедшие гомеровские исследования о философии гомера, в частности, у него было сочинение. Вот. Подробно я на этом останавливаться не буду. Я остановлюсь только немножко на критических значках александрийских. Вот. Ну, буквально пару слов скажу, вы про них можете более подробно прочитать в книжке, опять же, Фаера «Рождение филологии». Насколько я помню, он о них там рассказывает. Здесь просто очень классно они воспроизведены, но я думаю, вы спокойно это посмотрите уже сами в хэндауте. А я тогда, с вашего позволения, перейду сразу к Риму, чтобы не слишком много тратить времени на мелочи. Итак, начнем мы с того... Так, секунду. Что-то у меня... У меня потерялась кнопка «Демонстрация экрана». Она нашлась. Так, в первую очередь мы еще немножко подвиснем на греках, но одновременно сразу посмотрим на римлян. А именно поговорим о важнейших грамматических терминах. Во-первых, это категория имени. По-гречески «онума», по-латыни «номен». По-гречески «генус» может быть мужской, женский. «скеве» это одно из первых названий для среднего рода. Служебный можно так перевести. Или, как стоики называют, «удетерон», то есть не тот, не другой, «неутрум», как по-латыни потом будут говорить, «неутрум». И так далее. Во-вторых, то есть я хочу, зачем я об этом говорю, я хочу сказать, что как бы эта греческая грамматика, греческая теория грамматики перелилась в римскую. И римляне, они ее перевели на свой язык, они просто заимствовали термины. Значит, категория числа «единственное множество, множественное, двойственное у греков» у римлян «нумерус», «сингулярис», либо «мультитуда», потом появилось слово «плюралис», которое и затвердилось, или у гелия встречается слово «плюративус». Очень забавное. Никто, конечно, так не говорит. Да, относительно среднего рода сейчас все говорят «генусу дэтерон», и потом поздние грамматики пользовались стоической терминологией, потому что она более удобна. И обратите внимание, латинское уже «неутрум», ни тот, ни другой. Значит, дальше. Категория склонений и падежей. Да, «клисис», «деклинатио». Соответственно, слово «падеж» просто калькированно, да, как и у нас по-русски, да, по-гречески «падение» буквально, да, «птосис», по-гречески «падение», по-русски «падеж». Да, значит, и падежи, собственно, «ономастике», это более позднее название, но затвердившееся, более раннее «эусея», номинатив, да, именительный падеж, родительный «генике», «патрике», «ктотике», дательный «дотике», либо «эписталтике», мне очень нравится, «венительный падеж», да, «кому я посылаю», да, «аэтиатике», понятно, «венительный», и «клетике», либо «просагароутике», звательный, вот, по-латыни, в принципе, все то же самое, да, у ворона встречается уже термин номинатив, хотя Нигидий Фигул говорит о прямом падеже, да, и категория прямых падежей удерживается, в принципе, в грамматической терминологии за номинативом и аккузативом, да, «ректикасус». Да, я не буду сейчас тоже подробно, тут много чего, про латинию можно сказать, тут довольно интересные моменты есть, я пропущу, дальше про глагол, значит, по-гречески «ремо», по-латыни «вербум», «спряжение», «сюдзюгия», буквально, да, ну и по-русски это, здесь слово, да, «ермо», «сюдзюгия», «соермения», да, и по-латыни то же самое, да, как и в слове «супруга», в русском и в латинском «конюнкс», и так далее, значит, «диатисис», да, это залоги, по-латыни они изначально назывались «генера», сейчас часто называются «вокес», кстати, что не очень правильно, все-таки правильно говорить «генус активум», «генус пассивум» и «генус медиум», если мы говорим о греческом, вот, дальше что у нас, дальше у нас категория «энклисэйс», это, собственно, категория глагольного словоизменения, да, это, собственно, наклонение, да, по-латыни это будет «моди», да, по-гречески «энклисэс», о них уже говорил протагор, дальше, «времена», по-гречески «хрону», по-латыни «темпора», ну и про название «времен» я не буду говорить, ну и, наконец, «лица», а мы с вами двинемся быстренько, ну или, по крайней мере, начнем, все-таки я чувствую, что не смогу я весь Рим сегодня объять, а с другой стороны, может быть и хорошо, если я в следующий раз закончу, и как раз мы перетечем в Византию, и сделаем сразу в Средневековье, потому что там особо, говорить будет нечего. Значит, первый человек в Риме, который занимался грамматикой, какими-то филоложествами, скажем так, был Луций Акций, вот, второго, первого веков до нашей эры, который написал сочинение «Прагматика» в трахаических септенарах, где рассказывал о развитии греческой комедии и сатировой драмы, да, то есть такое литературоведческое сочинение, при этом написанное в стихах. Видимо, он, скажем так, опирался, естественно, на эллинистические образцы. Дидаскалия написана в форме мениповой сатиры, частично проза и частично в стихах, и состояла, по меньшей мере, в девяти книгах, и речь в ней шла, ну, собственно, по фрагментам, да, он шел там по фрагментам, о Гомерии и Гесиоде, ну, это мы судим, о Гомерии и Гесиоде, об эфоре, и так далее. И, на самом деле, дидаскалия в собственном смысле, да, это списки победителей, да, на великих Дионисиях и так далее, здесь он просто давал, в частности, например, хронологию римских поэтов, Неви, Ливи Андроник, Пакуви и так далее. Значит, а мы с вами, да, кроме того, он знаменит тем, что он провел, выдвинул такую программу орфографической реформы в латинском языке. Вот. И он предлагал обозначать долгие гласные, например, А, Э, У, может быть, также О, мы об этом не знаем, точно, посредством удвоенного их написания. И мы, кстати, это часто встречаем в надписях. И если мы это встречаем, мы знаем, что в источнике это Луций Акций. Второй человек, важный для нас, это Луций Эли Стилон Преконий. Его флорует «Приходится рассвет» на сотый год Денешеры, который сделал некое объяснение песен Салия. Что еще важного тут? Да, Цицерон его называют «Рудитиссимус» «Эт грайкис, литтерис, эт латинис». То есть, ученейший муж, да, и в греческой литературе, и в латинской, антиквитатискве, ностре, и в нашей древности, «Эт ин инвентис ребус, эт ин актис, скрипторум квеветторум литератэ перитус». Литератэ перитус – классное выражение, искушойнейший в литературе, вот, и так далее. И ворон о нем хорошо отзывается, «Хому ин примисен литерис латинис, экзеркитатус», говорит он, и многие другие. Важная вещь, которую он сделал, это индекс плафтовых комедий. Из 130 комедий, которые к тому времени дошли под именем плафта к римлянам, он только 100. Секунду. Там варианты есть, либо 130, либо 100 дошли. Но при этом стилон только 25 считает реально принадлежащим плафту, то есть атрибуирует их плафту. Вот, это очень важная вещь, и она сильно повлияла на дальнейшее развитие вообще и, видимо, рукописную традицию плафтовых сочинений. Кроме того, да, он считается, был учеником Цицерона. Лео и ворона заодно. Поэтому они так хорошо о нем, опять же, и высказываются. Следующий важный грамматик римский, ну, вы и так знаете, это без меня, это был Гай Юлий Цезарь, который якобы, ну, у нас есть фрагменты, сочинил такую книгу «Деанология», об аналогии в двух книгах и посвятил ее Цицерону, между прочим. И влияние этой книги, считается, было, собственно, значительным и долговременным, то есть она довольно долго сохраняла свое влияние. Про его содержание я вам не буду особо говорить, здесь вот есть в «Эндауте», можете прочитать. Кроме того, вы можете, опять же, посмотреть об этих, если хотите, прям по-русски, в истории римской литературы Михаил Фонарбихт пишет о грамматических занятиях Цицерона. Считается, что, например, придумал слово «аблативус», название падежа «аблатива» в латинском языке. Вот. Не знаю, насколько это правда. По крайней мере, предание устное среди филологов-классиков так гласит, наверняка оно на что-то опирается, а на что, я, признаюсь, вам, не знаю. Значит, Пуплини Гиди Фигул, кроме того, что был каким-то одним из таких очень известных философов, таких римских, скажем так, пифагорейцев, мистиком и человеком нелегкой судьбы, тоже не брезговал с филологическими занятиями, но единственное сочинение, название которого мы знаем, это некие грамматические комментарии, по меньшей мере, в 29 книгах, в которых, главным образом, речь шла об орфографии, синонимики и этимологии. Какое-то влияние он оказал также, как считается, на формирование грамматической терминологии в Риме. Луций Атей, претекстат филолог, видите, у него уже есть, собственно, суперномен, филологус, о котором говорит капитон в сочинении Святония о грамматиках, как интерграмматик среди грамматиков, среди грамматиков оратор, среди ораторов грамматик. Он сочинил, да, жизнь его такая, собственно, родился в Афинах, был другом известного римского писателя Солюстия и Азиния Наполеона, вот, и он среди первых, ну, составил такое сочинение, которое потом многие составляли, бревиариум рерум омниум романарум, да, некое сокращенное изложение римской истории, и отсюда жанр бревиария идет, да, который, насколько я понимаю, вполне себе существовал и в эпоху Средневековья. Кроме того, занимался стилистикой, например, сочинил прайкептед ретион и скрибенди, наставление о том, как надо писать, и некий пинэкэс в трех книгах. Это считается, что это книга глосс каких-то, вот, к разным художественным сочинениям, главным образом, к поэтам. Его главное сочинение, тем не менее, называется, было, да, называется Юлег по-гречески, лес, вот, которое он сочинил восьмидесяти книгах, аж. Вот, и о чем там конкретно речь, не особенно понятно. Но вот, между прочим, жанр книги лес довольно популярный, да, вы видите, есть лук, есть лес и так далее, это такие популярные названия для разного рода литературы, в том числе, духовной, христианской, лук духовный, вспомним хотя бы мозгом. Значит, Марк Теренци Ворон, долго, но можно о нем говорить, он риатийский, один из самых известных вообще ученых древности. Я лишь просто, опять же, вы без меня о нем знаете и не хочу слишком долго подвисать, скажу лишь некоторые его вещи, какими вещами он, в принципе, занимался. Тем же, чем он занимался, собственно, можно поделить на три большие части. Во-первых, это римские древности, либо, ну да, то, что мы бы назвали римскими древностями, то есть антикварные сочинения. И главное из них было древности человеческие и божественные. Антиквитаты с рерум хуманарум и дивинарум в 41 книге. Существовал некая эпитома этого сочинения в девичьих книгах, которую, возможно, составил и сам автор. Так, что-то пишут, опять не слышно, что ли? Когда вы говорите про сочинение 80 книг какого объема? Естественно, эта книга не нашего объема, но если вы открывали, например, книжку какого-нибудь Цезаря, записки о Гальской войне, в размере она в русском переводе выглядит вот такой, ну и по-латынски она такой выглядит, тем не менее она состоит из скольких там книг? Из шести или семи? По-моему, из семи, да? что-то я под вечер как бы плохо соображаю уже, по-моему, из семи. Но это свиток, да? Это не в смысле вот такой том, да? Свиток. Валумин, да? что еще важно. Эту книгу еще знал, кстати, Августин, до нас вообще не дошло, только кусочки, какие-то фрагменты. Она состояла, в ней были еще, кроме того, он сочинил аналы в трех книгах о жизни римского народа, De Vita Populi Romani, с четырех книгах, о роде римского народа, De Gente Populi Romani, и многие, многие, многие другие, которые перечислять не буду. Второй раздел можно назвать литературно-исторические сочинения, и эта книга о библиотеках, De Bibliothekis, в трех, De Proprietate Scriptorum, о собственности буквально, сейчас секунду, да, о собственности писателей, De Poetis, о чем-то было не очень понятно, о поэтах, о De Lectionibus, да, о чтениях, о сочинении Сатур, и многие, многие другие, тут просто, ну, я перечислил, и то не все, да, De Actis Skynikis, De Personis, да, о действующих лицах, там, театральной пьесы, какие-то плафтовые вопросы, questiones Plautian, Plautine, простите, в пяти книгах, imagines, какие-то картины, и прочее. Он вообще много занимался плафтами, если что. И третий раздел, который для нас важен, это грамматика. И здесь он составил сочинение в 25 книгах о латинском языке, De Lingua Latina. Вот, при этом книги с пятой по двадцать пятую были посвящены Цицерону. Из этой работы до нас дошли только книги с пятой по десятую, и это все равно великое счастье, что они дошли. Вот, содержание там было такое, там было введение в первой книге, со второй по четвертую, по седьмую была этимология, с восьмой по тринадцатую склонение, понятие об аналогии аномалии. Видите, римских автограмматиков также беспокоили эти Александрийско-Пергамские споры. 14-25, синтаксис. Вот. Кроме того, у него были другие сочинения, связанные с латинским языком. У него было в семи книгах о латинской речи, о пользе речи, де утилитата сермонис, считается, что возможно в четырех книгах, о сходстве глаголов или о сходстве слов, до симулитудина верборум, просто о грамматике или о древности букв, например, то есть он занимался еще и историей алфавитов или де оригина лингвы латины об источнике латинского языка. Вот. Это то, что мы сейчас посмотрели, это у нас грамматики республиканской эпохи. И на этом, наверное, я сделаю точку, поставлю точку на сегодня и поотвечаю на вопросы, если они у вас имеются. Сделаю это с удовольствием. Есть ли вопросы, дорогие друзья? Чего молчите? Включайте микрофон и говорите. я понимаю, много имен, много букв. Скажите, пожалуйста, а для латинских авторов также было характерно презрение к другим языкам, кроме греческого? Нет, для латинских авторов не было. Римляне выучивали латынь с пеленок. Ну, по крайней мере, в приличных семьях, скажем, не латынь, а греческий с пеленок. Что касается других языков, кроме греческого, то, в принципе, да, на самом деле. Греческий, да, это хорошо, это важно, это язык культуры, язык нормальных людей. Да, латинский это язык нашего государства и прочее. Да, а остальные, да, никакой там не персидский, никакой там, я не знаю, иберийский или египетский, их мало интересовали, насколько я понимаю. Расскажите, пожалуйста, как вы участвовали в фрагментах греческих историков. А, ко мне просто обратился, есть такой петербургский историк, классик, Леонид Якович Жемути, сказал, что он встретил на конгрессе коллегу, который заведует в проекте «Фрагменты для греческих историков» под заголовком «Якоби континьют», разделом по парадоксографии, ему не хватает, собственно, людей, которые могли бы эти фрагменты писать, там нужно делать критический текст и делать комментарий. Ну и, соответственно, я таких там четыре, четыре раздела написал. «Часть уже вышла в прошлом году». Вот так и получилось. Но это было время такое, когда такое можно было. Алексей Славович, здравствуйте, просите, что с текстом. Существует ли антология греческого стиха на русском языке? А, в этом смысле. Вы имеете в виду греческого стиха по размерам, то есть, некая хрестоматия, вот вам гельзаметр, вот вам эллигический дистих, вот вам, я не знаю, там анаписты, вот вам трахеические какие-нибудь еще размеры или ембический триметр. В таком смысле формате? В таком формате я не знаю. Но вообще хрестоматий греческой поэзии очень много. Самые известные эллинские поэты, составленные Гаспаровым и высшие в издательстве Ладомир в свое время очень хорошая хрестоматия греческих эпических и лирических поэтов и хоровых, в том числе, по-моему, если мне память не ошибла, у меня это там, я ее отсюда унес, поэтому не могу вам показать, но я легко скачать или купить даже, наверное. Еще вопросы, друзья. Вопросы, это же важно. Какой язык вы считаете более трудным для изучения латыни или греческие? Почему? Я считаю более трудным латинский язык. Со мной все тут поспорят, возможно, или кто-то, но латинский язык для, скажем так, мозга, который вырос в русском языке, гораздо сложнее, просто ментально. Да, в смысле количества слов, в смысле морфологии латинский язык легче, но, как мы знаем, когда человек прошел учебник латыни на первом курсе, он, наконец, может сказать, ну, теперь я начну учить латинский язык, потому что латинский язык, это его стилистика и синтаксис, который, на мой взгляд, чужой для русскоязычного мозга, а греческий в этом смысле как раз более понятен и более близок, и поэтому греческий легче, хотя и больше слов, хотя и больше приходится учить морфологию, ну, подумаешь, выучил, ты, наконец, можешь читать, сказать, что начал заниматься, наконец-то, греческий. Есть ли еще вопросы, друзья? Алексей Владиславович, позвольте спросить, вот мы видим, что почти все не сохранилось, вообще-то в каком объеме распространялись вот эти сочинения филологов, то есть кто их читал и в каком объеме они были распространены в древнем мире? Это очень хороший вопрос, мы можем об этом судить на основании двух источников, собственно, на основании естественно каких-то ученых либо полуученых сочинений, которые до нас дошли, ну, например, Афинея, да, или Авлагелия, из которых мы узнаем, что люди очень хорошо разбирались на самом деле в ученой литературе, но это были особые люди, но в конце концов ученые всегда особые люди, да, кто там, не знаю, вряд ли моя соседка когда-нибудь видела книжку, которую я хотел вам сегодня порекомендовать, но почему-то забыл, я имею в виду книжку Эленар Дики Ancient Greek Scholarship, которую я вам очень рекомендую, мало того, что это очень хорошее описание того, что представляло собой греческая ученость, и это очень хорошее введение в нее, мало это еще и, да, состав его такой, там, с холи, что такое с холи, комментарии, словари, что такое, что у нас дальше, что такое другого вида научной работы, что такое словари конкретно, начиная с Гизихия и кончая с Тобеем, далее у нее очень классный раздел, четвертый, это введение в научный греческий язык, то есть тот греческий язык, которым филологи писали словари, ученые трактаты, терминология, кроме того, у нее есть хрестоматия этих текстов и словарь к этим текстам, но особенно, что меня потрясло, я такого раньше не видел, но это очень редко когда можно встретить, ее библиография, это не просто библиография, это аннотированная библиография, потому что она каждому автору или сочинению пишет, о чем это и почему это важно прочитать. Итак, короче, первый источник это вот эти ученые сочинения, из них мы знаем, что до поздней античности вполне себе эти сочинения были распространены или их можно было более-менее каким-то образом достать. Второй источник это, знаете, это папирусы. грубо говоря, что делают люди, они собирают, например, да, первый, второй, третий, четвертый, пятый век нашей эры, и мы, например, берем, ну, не знаю, какого-нибудь, например, ну, просто возьмем, да, гомер, сколько папирусов с гомером до нас дошло от первого века, от второго, от третьего, четвертого, и так они, например, вычисляют, да, это я книгу Эленар Дики показал, Эленар Дики, да, вы можете ее скачать, если что, она есть в сети, и так ученые вычисляют, папирологи, не только папирологи истории литературы, читательский спрос конкретной эпохи, и, естественно, у нас много есть так называемых паралитературных папирусов, которые не только философские сочинения, да, или исторические, но и комментарии, схолии какие-то, куски ученых трактатов и так далее, они тоже в большом количестве, в каком-то количестве доходят, мне бы самому было интересно посмотреть эту статистику, кстати, но я ее нигде не читал, хотя наверняка где-то что-то должно быть на эту тему, а если нет, то это кто-то должен сделать, вот так я отвечу на ваш замечательный вопрос, есть ли еще вопросы, то ли вы ошарашены обилием имен, то ли вы все устали, то ли вы хотите отдохнуть, все-таки воскресенье, а я заставил заниматься воскресенье, ну хорошо, тогда давайте закончим, если вопросов нет, и тогда увидимся уже как обычно. Алексей Владиславович, там был вопрос про Винокура выше в чатике. Вопрос про Винокура. Насколько работа Винокура о классической филологии вызывает у вас вопросы, в какие моменты из этой работы спорны ли современной филологической науки? У меня не вызывает вообще вопросов эта работа. Мало того, что это работа в принципе о филологии, но Винокур, как очень мудрый вообще и очень хороший ученый, который сам был русистом, занимался много чем, да, и поэтами, и фонетикой, и так далее, он, естественно, скажем так, самопонимание, самоотождествление филологии, как филологии, естественно, берет от классической филологии, потому что классическая филология, скажем так, ствол филологии, из которой потом разрослись остальные ветры. Собственно, она именно в любую филологию введения. Просто без классической филологии тут никак не обойтись, потому что именно в ней стали рефлексировать на эту тему изначально. Как у специалиста, у меня не вызывает никаких вопросов. Меня, наоборот, удивляет, насколько русист хорошо знает вот эти споры, которые, собственно, мне всегда казались внутрицеховыми нашими спорами филологов-классиков. А, естественно, поскольку у филологов-классиков такое есть, к сожалению, такой порог, я его называю, не знаю, элитаризм какой-то. И, к сожалению, студентов это мучат, меня это мучили, я стараюсь от этого избавляться. Но филологам-классиков, молодым, очень свойственно считать, что филология с большой F, а все остальное это там, не знаю, беспризорники какие-то. Вот. Так что к Винокуру у меня вопросов нет. Что касается про Галена, нет, я не эту работу имел в виду. Я еще расскажу, какую работу я имел в виду. Сейчас один момент. Я имел в виду книгу Будон-Ми-Йо. Сейчас покажу. Будон-Ми-Йо. Гален Пергамский. Это самая, насколько я знаю, свежая книга о Галене. А может и не самая, 2012 года. Да, Гален Пергамский, греческий врач в Риме. Я ей доверяю, Вероника Будон-Ми-Йо, опять же, издавала то сочинение, о котором я сегодня вам говорил, о Беспечали, и она издавала, то есть она очень хорошо знает тексты, она издавала целый ряд сочинений Галена в Беллетре, поэтому у меня доверие к ней абсолютное. Естественно, она может где-то ошибаться, но то, что это очень хорошо, это факт. А Галене, понятно, написано громадное количество книг. Вот. Есть ли еще вопросы, друзья? Что-то не вижу вопроса. Ну, раз не вижу, тогда спасибо за внимание. Простите, что напряг воскресенье. В среду все как обычно. В 6 часов это будет либо наш Zoom, либо это будет опять какая-то аренда. Спасибо вам за внимание. Простите, если что-то было не так. Простите, что я так лечу. Но, к сожалению, хочется... Спасибо. Хотелось вас голосом поблагодарить. Замечательно. Спасибо, Илья. Ну, смотрите, у меня вот... И опять заключение. Я думала, сдавать, не сдавать этот вопрос, да? Ну, то есть, понятно, что это вот вся вот эта грамотность, не так скажу, и утекает из греческой, да? И оно плавно все перетекает в сегодняшний день, да? Получается. Ну, это прекрасно, да? Вот это все. И про другой момент. То есть, вот это дети... Ну, тут был большой промежуток времени, да? Да, но эти тексты про грамматику, про слова, про тексты, да? Они уже как бы включались в образовательный процесс. Вот эти периоды. То есть, они как сохранились? Они в библиотеках, в частных хранилищах. Они уже использовались в образовании детей же, да? Да. Определенная часть этих книг специально на это была и рассчитана. Они были использованы. Это как у нас, да? Есть литература для школы, а есть литература для учителя. Ну, и так далее, по иерархической лестнице, да? Литература для школы, естественно, сохраняется лучше. Именно поэтому, например, до нас дошли, например, вот те трагедии Софокла, которые мы имеем, да? Потому что это самые читаемые в византийских школах сочинения Софокла. Их было много, да? И вот это шансы, что они как-то где-то сохранились, были переписаны, да? Протекли сквозь века, да? Да, именно так, да. Какое-то единство традиции. Спасибо большое. Спасибо вам. Я тогда, друзья, завершаю. Да? Хорошо. Еще раз спасибо. И до среды. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...